Бильярда Автор бильярда «Стрела» Виктор Барабан И вместе со мной Его комментировать будет известный Украинский бильярдист, комментатор И бильярдный энтузиаст Сергей Петраш Приветствую, Сергей Всем добрый день, добрый день, Виктор Вот у нас сегодня Такое событие интересное для меня Это впервые, что я буду комментировать эту игру Один раз У меня получилось ее сыграть Но комментировать впервые Да, ну Будем пробовать У тебя больше опыта комментирования А у меня больше опыта игры в эту игру Поэтому думаю, что что-то Интересное может из этого получиться Да, в любом случае Обсудим какие-то моменты У меня, ну так, уже после Первого опыта есть какие-то вопросы И так хочется интересно Пронаблюдать Само развитие тактики Потому что я уверен, что Ну, что Богдан Что в Богдан номер 2 шугалей Они будут тоже учиться И по ходу игры, наверное, будут пробовать Какие-то элементы для себя Создавать давление Ну, вот сразу забитый шар Так, стандартно начало Да, вот уже один элемент Демонстрирует Богдан Рыбалка Забивает с разбоя Вот посмотрим на повторе С другой камеры Прекрасно выполняет Разбой Богдан Рыбалка Результативно И Начинает свою серию Играть он может Да, стандартно Мы, по ходу, я так понимаю Будем и правила объяснять И я для себя точно так же Да, я уже знаю, запомнил Что каждый чужой 2 очка А каждый свой 1 очко И выход Не выход, вернее, со снукера 1 очко Да Ну, вот вы видите Богдан Рыбалка Не совсем запомнил правила Пытается Играть зеленый шар Который неочередный сейчас В позиции в среднюю лузу И вот он понимает, что Все-таки надо играть Красный или желтый И меняет свое решение Ну, я тут сейчас еще Мне кажется, даже ему подсказали Да Да, да, да Ну, я немножко расскажу вообще Как происходил этот турнир Этот турнир происходил в рамках Основного турнира Открытия нового бильярдного клуба Триумф И Игроки во второй день турнира Могли попробовать Продолжает свою серию Богдан Рыбалка Могли попробовать Новую группу участвовать в этом турнире И за первое место На этом турнире Игроки получали приз Кий от компании АС За что мы Благодарим компанию АС Так вот Это был второй день Основного турнира Игроки уже были немного Утомлены Двумя днями соревнований И Видимо Как бы Тяжело им было сразу разобраться С новой игрой Поэтому Могут быть В начале Некоторые Такие Неточности В действиях игроков Ну Думаю Со временем Уровень игры И Их понимание игры Будет возрастать В любом случае Стрела Находится В самом начале Пути И еще Представите Большая дорога Длинная Вот поэтому Мы посмотрим За первыми шагами И Тем Они Интереснее Потому что Сейчас Как бы Все с чистого листа Тактика Абсолютно новая В нашем Биллиарде В принципе Нет элемента Постановки Снукера И нет элемента Когда мы играем Отдельные шары Для Используем Отдельные шары Для отыгрыша В любой игре нашей У нас Даже играя Одним шаром Или всеми шарами У нас все шары Получаются в доступе Для отыгрыша А здесь У нас Сама система Отыгрыша Она новая И она ограниченная Вот именно Как раз Этими двумя шарами В данном случае Красными и желтыми Да И вот посмотрите Как раз Какой удар Шикарный Делает Богдан Рыбалка Приклеивает Биток Коричневому шару Ограничивает Попадание В красный шар А желтый шар Прячет За синий шар И это Снукер Да Я думаю Что здесь Да Здесь оптимально Богдан Рыбалка Надо уточнять Сыграл Поставил Снукер Ну и Шугалею Повезло Все таки Я не думаю Что он планировал Настолько длинно Хотя в принципе Я скажу Что Вообще В принципе Об этом Можно было подумать Что будет Если он не попадет В красный У нас нет Такого навыка То есть Мы не играем Настолько длинные Отыгрыши А там по-моему Богдан Шугалей Сам удивился Что он попал В ладоши Поэтому Это такая Счастливая Случайность Ну да Даже Богдан Стоит Тоже Смеется От того Как все Получилось Для него Ну Тоже Такая Интересная Мне кажется Зрелищный Элемент Для зрителей Который Может Как бы Понравиться Зрителям Вот такие Вот Новые Интересные События Которые В пирамиду В пирамиду Не происходят Ну и Если Предположить Вот У тебя Уже Больше Опыта Все Таки Как Выигрывается Партия Каким Образом Строится Стратегия Тактика Что Нужно Сделать Ну Кроме Ну Поставить Снукер Вот Сейчас Я Кстати У меня Есть Еще Очень Хороший Опыт Игры Снукер Все Таки Здесь Есть Некая Скожесть И я Понимаю Что В первую Очередь Когда мы Играем В цветных Шарах В конце Мы Обращаем Внимание Положение Всех Шаров Потому Что Это Безусловно Будет Влиять На Длину Серии И Вообще Где Мы Находимся Цена Ошибки Как Говорится То есть Если Мы Видим Что Мы Играем Желтый И Красный Да Уже Зеленый Коричневый На Бортах Это Одна Тактика Может Быть А Если Как Сейчас Все Шары В Мы Играем С Любого Места Стола Правильно Да Да С Любого Места Стола Кстати Напомню Для наших Зрителей Вы Можете Посмотреть Ознакомиться С правилами Бильярда Стрела По Первому Видео Бильярда Стрела По ссылке В описании Или на Сайте Нашем Стрела Точка Про А по Поводу Того Как Выигрываются Партии Ну Однозначно Партии Выигрываются Ну то есть Исключительно Снукерами Исключительно Постановкой Снукеров Партии Не выигрываются Партии Выигрываются Забитием Шаров И построением Серий И тут Как бы Игроки Для себя Решают Какую Тактику Им избрать Вот допустим Наиболее Наигранные В эту игру На данный момент Константин Кулик И Евгений Талов Которые Принимали Участие В тестировании Этой игры Они Выбирают Две Абсолютно Разные Тактики Евгений Талов Старается Максимально Усложнить Игру Сопернику Поставить Снукеры Обыграть Соперника По позиции Получить Игру С руки И Закончить Партию С одного Подхода А при этом Константин Кулик Просто Своими Умелыми Своей Хорошей Кладкой Своими Умелыми Выходами Он 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 Не Дожидается Что Переиграет Соперника По позиции Просто Забивает Какой-то Дальний Сложный Шар Или Вообще Любой Сложный Шар Делает Выход И После После Этого Выхода Также Старается Сыграть Разыграть Все Через Атаку То есть Меньше Уделяет Внимание Именно Постановке Снукеров И Тоже Ему Удается Обыгрывать Евгения А Евгению В свою Игру Удается Обыгрывать Константина Потому Тут Как бы Однозначного Ответа Как играть В эту Игру На данный Момент Нет Да В любом Случа Я думаю Что Даже Сколько Игре Времени Сколько Она Живет И Обдумывается Когда Она Была Создана Ну Обдумывается Она Уже Пришла Мне Идея Что Нужно Играть На Пирамидном Столе Еще В 15 году Но Как бы Начали Играть Мы И Тестировать В этом Году В начале Этого Года Я Пришел С правилами Уже Готовыми К Евгению Талову И Константину Кулику И Уже Там В начале Года У нас Были Шары Для Бильярда Стрела И Мы Начали Тестирование С Начало Этого Года Мы Активно Играем Очень Много В эту Игру Изучаем Тестируем Изучаем Разные Позиции И Вместе С Евгением Таловым И Константином Куликом Дорабатываем Правила И Вот У нас Уже На данный Момент Родились Правила По которым Мы планируем Играть Какое-то Время Допустим Год Набирать Статистику Что нравится Игрокам Что нравится Зрителям Что не нравится Игрокам И зрителям И Уже Там Через Какое-то Время Когда наберем Какую-то Определенную Статистику Будем Возможно Вносить Какие-то Изменения В правила Но пока что Мы считаем Вот эти Вот правила Которые Сейчас есть И сейчас Существуют Как бы Дееспособными И По ним Мы будем Проводить Бильярдные Соревнования Турниры И именно В этом Виде Мы будем Развивать Этот билья На данный Момент Да Ну вот Первое Интересное Допустим В любом случае Я сейчас смотрю Ну матч Да Он там Немножко Хаотично Развивается Игроки Пока Не Не адаптированы Скажем Даже Я так понимаю Ну во-первых И шары Нужно сказать 67 мм Они играют А этот Турнир Проходит Еще В формате Турнира Где играются 68 мм Да Я так понимаю В комбинированной Да Да Играли по комбинированной Пирамиде И вот Перешли на 67 Ну и вообще Я вообще Сейчас скажу Мы в такой Фазе Находимся Когда мы играем Двумя шарами Которые кардинально Отличаются Друг от друга По весу И Игрокам Приходится Ну скажем Я пока что Не видел игроков Которые играют Двумя киями Разными То есть мы играем Случаи Уйдем Весом Я скажем Я скажу 268 268 Там как раз Уходит Где-то 10-12 грамм То есть Это по сути Очень близкий материал К тому К которому Мы привыкли По плотности А как тебе Ты Пробовал Вообще 68 мм Вот эти Официальные шары И по сравнению С этими И почему Кстати Откуда идея Именно в этом Материале 67 мм Ты имеешь 67 мм Да Ты имеешь в виду Да Да Вот в федерации Играет 67 мм И там 256 вес По-моему Да Но я пробовал Мне они кажется Пустоваты Именно поэтому Мне тоже Абсолютно Да Именно поэтому Я с радостью Согласился На вот это Предложение От компании Ранит Именно Такой Вес И Именно Такой вес Шаров Тут же Все зависит От смолы Из которой Изготовлены Шары Это интересно Кстати Извини Что Немножко Ремарка То есть Компания Сальюк Бельгийская Она тебе Сама Предложила Этот материал А это Не твоя Инициатива Ну Я им Сказал Что Я Как бы Им сообщил Что Мне нужен Размер 67 мм И Они мне Предложили Вот такие Шары Это Очень интересная Мысль Потому что Мне вопрос Почему Они нам Не предложили Эти шары Потому что Ну они Реально Лучше И Я сейчас Знаешь Получается Как бы Так Белая Зависть У меня Почему Мы Федерация Играем Худшими Шарами Когда Просто Тебе Для развития Стрелы Они Предложили Лучшие Шары Я надеюсь Может быть Федерация Или Ну вообще Кто-нибудь Услышит И нам Тоже Дадут Такие Хорошие Я сейчас Кстати Я сейчас Кстати Вспоминаю Что Мы с ними Обсуждали Вес И я По формуле Посчитал Какой Будет Вес У Шара Армид Премьер И Сказал Что Мне этот Вес Подходит И они Со своей Стороны Сказали Да Вот Этот Вес У вас И будут Шары Да 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 Очень Интересная История Потому что Я думаю Что Все Игроки Которые Занимаются Данным Видом Биллиарда Хотели бы иметь Вот такие Шары Но почему-то Мы играем Другими Шарами Хотя Возможности Кстати Этот вопрос Мы можем Поднимать И вообще В какие-то Вносить Будущие Изменения Кстати Очень будет Интересно И протестировать Эти шары Я действительно Предполагаю Что они Намного Качественнее Те То чем мы Играем Ну хорошо Давай К игре Наверное Да Давай Вернемся К игре Тут уже У нас Очень много Тем Да И шары И игра Тут все Сразу Ну по игре Сразу первое От себя Хочу сказать Уже я понимаю Ситуацию Тактическую То есть Нужно Всегда Смотреть То есть Мы играем Желтый Красный И всегда Смотреть Зеленый Ну третий Шар Получается В снукере Мы тактику Контролируем Тем Что вот допустим Если мы играем Желтый шар Да Я например Смотрю Где Находится Зеленый шар Ну потому Что через него Продолжение Будет И коричневый Соответственно Ну уже Расцениваю Насколько Мне там Рисковать Какой-то шар Бить Зачем мне Рисковать Одиночный шар Если я Например После забития Желтого Ну в снукере Не смогу продолжать То есть Я начинаю Уходить Где-то В снукера И тактически Либо Если я отстаю В счете Поднимать Этот зеленый шар Ну там уже Разные тактические Рисунки Тут же Я поймаю У нас Играется Два шара И получается Мне нужно Не второй А третий шар Уже смотреть Где находится Зеленый Но Тут интересный Нюанс Возникает При забитии Желтого шара У меня Красный Зеленый Да я играю Но если Красный В игре И забивается Красный То сразу же Коричневый Открывается То есть Получается Замороженный Зеленый Он вообще В принципе Может быть Заморожен До конца Игры Да И мы можем Разыграть все шары То есть По сути Мне нужно Два плюс два Уже даже Смотреть То есть И коричневый И зеленый Где находятся И коричневый Мы видим на игре Он как бы Дает продолжение Красный Вообще Сейчас активно Желтый Ну и тут Пока идет Отигрыши Ну а как Получить выход Теперь На реализацию Того же Самого Красного Шара То есть Это получается Здесь Тактический Рисунок Ну как Мы в любой Игре Одним Шаром Два борта К себе Борг К себе Там Или Снукер Постановка Правильно Да 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 Ну Кстати Давай вернемся К игре Вот сейчас Интересная Позиция Как раз Богдан Он получает Игру С руки Может играть С любого места Стола Может играть Как биток Так и прицельный Шар Ну и сразу же Вот вопрос Богдан Играет Своего Да Но можно играть Желтого С выходом На красный Можно Зеленый Очень усложнен Он играет Своего Берет Одно Зеленый Было Нельзя Можно было Играть Красный И Желтый Вот он Забивает Биток От красного Шара С выходом Подводит К лузе Красный Шар Имеет Продолжение Ну Сразу По мне Скажу Какое-то Допустим Наверное Не очень Выгодное Продолжение Такого Формата Потому что Даже Ну вот Он сейчас Да Он сделал Выход Красный Но После Игры Через Бестол Даже Почти Подставки Мы понимаем Что у нас Очень сложное Продолжение Выхода Ну Удается Богдану Да Удается Все-таки Богдану Продолжить И сейчас Он имеет Зеленый Да Играть Получается Да Он может И зеленый И желтый Тоже Находится За домом Может Продолжить Через Зеленый Или через желтый Игру Богдан Шугалей И кстати После забитого Битка Он может Один раз Из двух домов Сыграть Еще раз Биток После этого Он будет Обязан Если он хочет Продолжить серию Он будет Обязан Играть Только Прицельный Шар Для того Чтобы Не было Бесконечных Скаток Ну и вот так Навскидку Что нужно сделать Богдану Сейчас Чтобы выиграть Забить Три шара Ему достаточно Будет Сейчас 6-13-2 Не Ну тут Еще Полно Игры На столе У нас Сейчас Вот он Забивает Желтый Шар У него Серия Сейчас 6 Если я Не ошибаюсь И На столе У нас Отставание 7 очков Ошибается Богдан На столе У нас 6 очков На столе У нас Точнее Прошу прощения И Разница У нас 7 очков А на столе У нас 5 Прицельных Шаров То есть На столе У нас 12 очков По 2 очка За каждый Прицельный Шар Плюс 2 потенциальных Очка Которые Можно Набирать Забиванием Битка Сыгрыванием С ВК Или Карамболями Но Поэтому Как бы Тут еще полно Игры 12 очков В розыгрыше Ну так На вскидку 2 чужих Надо Наверное Не буду Не будем Сейчас считать Это Особо Еще пока Рано Для того Чтобы Понимать Ну Потенциально Мы должны Вот При рисунке Я даже На месте Богдана Вот я Забил Своего И Хочется Понимать Сколько мне Шаров До окончания Партии Нужно Забить Ну 2 чужих 2 чужих 2 чужих Вот здесь 2 чужих То есть Тогда на столе Богдану пойдет 4 очка 13-2 Будет А на столе Будет 6 И плюс Мы условно Берем 2 очка Добавляем 8 Да Да То есть 8 плюс 2 10 А у Богдана Будет 12 Ну то есть 2 очка Не хватает Вот эти 2 условных очка Которые Добавляются Это уже Как правило Или это Просто условности Или все Оно просто берется Как за Константу Что считаются Шары чужие По 2 очка Что если взять Больше 2 очков То Как бы Очень сильно Затягивается Игра Игроки Отстающие Очень сильно В счете Все равно Пытаются Как любители Знаешь В снукере Когда Проигрывают Они все равно Пытаются Там Они проигрывают Очень много Очков Профессионалы В снукере Уже сдаются А они все равно Пытаются Ставить там Какие-то Снукера И Очень сильно Затягивается Игра Перестает Быть зрелищной А 2 очка Это именно То такое Оптимальное Количество Вот этих Потенциальных Очков Которые Позволяют И Сделать Игру Более Острой И чтобы Игроки Не позволяли Сопернику Очень сильно Отставать В счете Что Игроки Постоянно Находятся В тонусе Не позволяют Уйти далеко В счете Сопернику Потому что Они понимают Что проиграют Партию И вот Кстати Очень хороший Биток В среднюю Лузу От коричневого Шара Забивает Богдан Рыбалка Выходит Коричневый Шар На игру В среднюю Лузу Да В идеальную Позицию Наверное Для Розыгрыша Того Что здесь Но вот Здесь опять Та же Самая Тактика То есть Богдан Либо возвращает Коричневый Назад В середину Ну и мне кажется Что допустим В угол Поставить Как бы Прагматично Легче Но В середину Перспективнее Сделать выход Он имеет Второй раз Сейчас сыграть Своего Это кстати Нет Он уже Вот сейчас Он уже не может Он сыграл А все Не может То есть с руки Один раз Да Один раз С руки Да все правильно Я посчитал Просто два Свояка Один же с игры Один с руки Да Теперь Вы видите Да И вот как мы видим Чужого у Богдана нет Но может дуплета Будет играть Не Ну тут хорошая зона Для снукера Вот И кстати Богдану так и делает И в снукере В принципе Вот Потому что Красный Ой Синий Розовый Черный Такую зону Создают широкую Для простой Постановки Снукер И вот видим С другой камеры Снукер удается Богдану Поставить Снукер Я так понимаю По правилу Снукера Если не виден Шар целиком Да Да Если часть шара Видна То Это не снукер Вот ошибается Богдан Шугалей При выходе Из этого снукера И теперь У Богдана Рыбалка Есть Три опции По которым Он может действовать Первая опция Он может взять Биток В руку Играть с любого места Стола Играть Прицельный шар Или Биток И за это Он получит Очки По Забитию Этих шаров Может взять В руку И отыграться Что сейчас Делает Богдан Рыбалка За это Он получит Одно очко Но ни один из шаров В этом ударе Не должны будут упасть И третья Опция Он мог передать Позицию Богдану Шугалею И получить Одно очко За Фолл Соперника Богдан Принял решение Поставить Новый снукер Получает он Одно очко И Богдана Шугалея Новые сложности Но Отлично Он с ними справляется И Даже Практически Забивает Зеленый шар В угловую лузу Много вариантов После того Как вы берете В руку Забить Отыграться Снукер Поставить Как-то усложнить Своего Забить Такая Вся палитра Возможности Возникает То есть Постановка Снукера И потом Именно Получить шар В руку Это самая Выгодная Ситуация Которая Здесь есть Да Так Ну здесь Самое важное Кстати Есть такой момент Вот я В аналогии Снукера Там Снукер Когда статус Снукера Включается Там просто Дополнительные Правила Сразу Возникают Это например Если Если это Снукер Да И человек Мажет Допустим Поиграемому Шару То он Три раза Мажет Ничего страшного А вот Если не Снукер И он Мажет Тогда Одно Правило И кстати Если Снукер И он Мажет Там В снукере Возвращается Позиция А здесь Возврата Нет Здесь Наказание За невыход Это Мы берем Свой И играем С любой Точки Стола Да Но здесь В ситуации Снукера У нас Есть Отдельные Правила Для Отыгрыша То есть В ситуации Снукера После Соударения Битка И Очередного Шара Должен быть Один Борт Или Перекат Средины Во всех Других Случаях Должно Быть По аналогии С пирамидой Два борта Или Борт Перекат Да Ну И это Вот Когда мы Выходим Со Снукера Я так Понимаю Что Нужно Попасть В шар А потом Сделать Один Борт Нельзя Так Биток В борт И потом Попадаем В шар Это После Соударения После Соударения Битка С очередным Шаром Да Ну и Почему Мы Рассматривали Возможность А вот Хороший Прицельный Шар Забивает Богдан Шевелей Набирает Два очка И Есть Возможность Поставить Снукер За черным Мы Рассматривали Возможность Восстановления Позиции По аналогии Со Снукером Но Пришли К выводу Что Это Очень Сложно Технически Реализовать В Простой Как бы Любительской Игре И вообще В простой Игре Это Начнутся Споры О Правильном Восстановлении Позиции Люди Начнут Говорить Что Там Какие-то Шары Занимали Совсем Другую Позицию И Может Доходить До Каких-то Сор Поэтому Решили Сделать Да Поэтому Решили Поощрять Хороший Ну Точнее Не поощрять Хороший А поощрять Человека Который Вынудил Соперника Сделать Фол Тем Что Он Просто Получает Игру С руки А вот Еще Сразу Виктор Пока Не ушли Мы далеко А вот Если Я попадаю В играем Шар Со Снукера Выхожу Да Но Не делаю Вот этот Борд Это У меня Засчитывается Как Типа Я От Игрыш Не Сделал Или Я Как Со Снукера Не Вышел Нет Это Просто Фол Это Просто Фол Тут Нету Не Вышел Со Снукера Или Вышел Со Снукера Вот После Совдарения Ни один Из шаров Не Сделал Борд Это Фол Это Такой же Фол Как Если Ты Киксанул И Не Попал Хорошо Но Когда Я Делаю Фол Допустим Не Делаю Два Борта Например Биток Тоже Берется В любую Точку Стола Да Да Фол Везде Встрелят Любой Фол Это Не Наказание Очками А Наказание Именно Здесь В общем Все Здесь Фол Это Биток Берется В руку Да Да Абсолютно Правильно Все Да Я понял Так Ну Шаров Стало Меньше И Вот Интересно Да Можем Подсчитать Да Можем Подсчитать Количество Очков Вот Сейчас Богдан Шевалей Ведется Счетом 11 5 Это Значит Что Разница 6 Очков А На столе Осталось 10 Очков Да Ну Здесь Все Да Уже Все Просто 8 Плюс 2 10 И Там Шесть Разницы Богдану Надо Условно Забить Один чужой И один свой Ему будет Достаточно Или Два чужих Да Ну Два чужих Один чужой Свой Да То есть По сути Если Например То есть Если А Ну Фол Дополнительные Очки Не дают Я имел Ввиду Если Богдан Фол Нет Если Богдан Фол Сделает Просто Нет Он может Получить Одну очко За Фол Соперника Если Передаст Позицию Сопернику Он получает Одну очко Или Или Если Он Берет Шар В руку Ставит В любое Место Стола И Заказывает Отыгрыш Тогда Он Тоже Получает Одну очко За Фол Соперника Если Он Хочет Начать Серию Атаковать То Он Очков За Фол Соперника Не Получает Получает Право Играть Может Играть С руки Биток Или Прицельный Шар С Любого Места Стола Понял То есть Здесь Как бы Есть Вариации Я Кстати Вот Этот Момент Вообще Немножко Упустил То Что Если Человек Делает Фол Он Может Либо Забить Себе Очки Либо Получить Ну Как бы Привод Игрыш И Сразу Одну Очко За Фол Да То Да Здесь Ну Здесь В общем Интересно Сейчас Посмотреть Как раз Очень Такая Обостренный Момент Я думаю Уже Рыбалка Сейчас Как бы Максимально Пытается Не ошибаться Уже Какая-то Ясность Стратегии У них Образовалась И так Черный Розовый Хорошо Там На одной Половине Хорошо Ограничивает Попадание Закрывает Зону Ну И вот Сейчас Как раз Первая Такая Реальная Сложность Для Шугалея Ну Такой Типа Уже Как бы Кажется Это Как Немного На авось Удар С желанием Биток Перекатить А там Уже Как Будет Расположение Ну И вот Зеленый Синий Шар Как раз Вагдан Получает Для Атаки И Здесь Очень Интересный Момент Потому Что Мы Нигде В Пирамидных Играх Не имеем Возможности Атакуя Пренебрегать Тем Что Игрок Наш Соперник Не будет Не сможет При промахе Играть Там Розовый И черный Да То есть Здесь Понятно Что Розовый И черный Шары Безопасны Пока Синий Зеленый На столе Да И вот Забивает Синий Шар Богдан Рыбалка Но К сожалению Продолжить Серию Ему Не удалось Не Смог Он Забить Биток От Розового Шара В угловую Луз И Уже Богдан Шугалей Может Попробовать Забить Какой-нибудь Шар Легче Зеленый Может быть По отыгрышу А так В общем Могу Сказать Пока Не вижу Я какого-то Превосходства Но так Игроки Пытаются Снукерить Это Но Вот По рисунку Не могу Сказать Что кто-то Кого-то Переигрывает Да Шугалей Ведет 11-7 Но по сути Игра равная Вот Да Действительно Зеленый Просто Даже не по отыгрышу А На хорошем Сильном Ударе Ну С такой Какой-то Долей Понятного Движения Белого На другую Сторону Но тем не менее Контроль Зеленого При промахе Абсолютно Здесь Не учитывался Да И теперь И теперь У нас Интересная Позиция По счету Ситуация По счету Сложилась На столе Вот 13-7 Ведет Богдан Шугалей Ведет В счете В 6 очков И на столе У нас Сейчас 6 очков А это Значит Что Богдану Рыбалка Надо Где-то Набрать 2 Потенциальных Очка Которые Он может Набрать Халами То есть Снукерами Или Забитием Битка Вот сейчас Теперь В поисках Вот этих Двух Потенциальных Очков Богдан Рыбалка Будет Пробовать Вести Свою Игру Для меня Вообще Это Любимая Стадия Я не раз Говорю Что Шаров Становится Минимально А контроля Становится Максимально И вот Здесь Как раз Уже Какие-то Случайности Непредсказуемые Все ударения Невозможно Осуществить И поэтому Все под Контролем Происходит Ну и как раз Можно увидеть Мастерство Полностью Игроков Ну вот Богдан Катит Розовую Подлузу Уже Понимая Что Рыбалка Своего Игра Невозможно Ну да Не мог Награть Чижого Да Не мог Награть Чижого Да И такой Интересный Элемент Как и в Снукере Вынуждал Богдана Рыбалка Забивать Чижого Шара Получился Кстати Наверное Не снукер Но Неплохо Ограничивает Позицию Попадания В розовый Шар Черный Шар И Богдан Шугалей Может ошибиться В этой позиции Конечно же Вот в снукере Там полностью Есть безопасность В том плане Что В снукере Нет игры Своего И здесь Даже если Шугалей Катит Розового Клузи Ну какая-то Некая опасность Вот мы видели Что Абриколь Мог упасть Да Стань Шар Немножко По-другому Вот Здесь Какой-то Такой Страховки Нет Как в снукере Подкатывая Клузи Но тем не менее Конечно Сектор Минимальный Для своего Поэтому Какая-то Доля Смысла Тоже в этом Есть Ну и здесь Надо опять Для зрителей Сказать Что Вот уже В последних Шарах Черный Мы не имеем Права Играть Здесь играется Только розовый И это Вот вносит Определенную Как раз Стратегию В том плане Что Здесь Можно Снукерить Уже Именно Как в снукере Потому что Один играемый Шар Который Мы прячем А так Обычно В этой игре Мы всегда И имеем Два шара От которых Отыгрываемся И это Новизна Вообще В мире Биллиардов Этого Элемента Нигде Нет Если В данный Контекст Происходящего Он все-таки В снукере Присутствует Но за неимением Того Что Свой Там Не играет Как данным Сейчас В случае Богдан Рыбалка Играл Интересная Стадия Такая Вот Контроль Розового По сути Нам Понятен Ну и попытки Всегда Будут Присутствовать Снукерить За черный Ну пока Пока Такой возможности Нет Но вот Мне кажется Сейчас Если Очень тонко По правой стороне Нет Другую позицию То Через три борта Можно было Зачернуть Богдан Как-то пытается В эту сторону Но мне кажется Это вообще Не прагматично Потому что Ну белый Во-первых Очень маленькая зона За снукерить А во-вторых Ну вот Это опасность Что Он подстав Подставить Можно Второй раз Перебивает Богдан Своего До этого Тоже В попытке Забить Перебив Он Сильно Ударил Ну к слову Нужно сказать Сразу видно Что Пирамидчики Плохо Понимают Деометрию Вот этого Постановки Снукера Снукера Кстати Шугалей Играет Снукер И у него Это лучше Развитая Думаю Чем у Рыбовка Наверное По этой причине Он и выиграл Эту партию Может быть Может быть Да Кстати В этом плане Не исключено То что Да В Сугале Он приезжал Я по-моему Помню Он даже На чемпионаты Ну или На какие-то турниры Все украинские По Снукеру Он приезжал С Галушка Тоже играл Вот поэтому У него есть наигрыш Ну и понимание Стратегии Вот Как минимум Данные текстуры игры Для начала Ну что Встреча подошла К концу Вот Будем ждать Следующую Да Друзья Спасибо вам За то Что посмотрели Это видео Сергей Большое спасибо За то Что помог Прокомментировать Это видео Надеюсь Будем Спасибо Повторять Такие эксперименты Да Спасибо Виктору За участие Вот такое Активное Создание игры С чего-то нового Интересного Зачем мы будем Наблюдать Как она будет Развиваться Ну и Смотреть Какие вообще Стратегии Будут искать В ней игроки До новых встреч Тогда До новых встреч Спасибо Спасибо